Эта история швейная началась, конечно же, с покупки отрезов ткани. В данном случае тогда я приобрела вот этот розовый вельвет и вот тот вот красный, как сейчас помню. Отрез этот где-то в нем, наверное, было полтора метра, если я не ошибаюсь, стоил два доллара, как тот и тот. Но красный вельвет был синтетический, а вот этот вот розовый был из стопроцентного хлопка. Впоследствии к Рождеству я сшила себе вот такое вот розовое платье, а из красного вельвета через год, по-моему, а то и два сшила вот такую вот юбку пышную со складками по талии на пуговицах. Кстати, вдохновением стала вот эта юбка, которую я нашла в Пинтересте. После пошива юбки у меня остался отрез ткани и я молодец такая, взяла его с собой сюда в Англию. Ну и, наверное, еще год этот выпад от юбки пролежал у меня в запасах. Ну и пока он лежал и ждал, юбку я все-таки носила. И об этом даже может рассказать мой Инстаграм. Хорошо, что он, кстати, есть. Можно вот так вот загрузить фотографии, потом вернуться назад и вспомнить, а как оно было когда-то. Тогда, когда еще это было актуально. Сейчас вы увидите самые последние фотографии с этой юбкой. И это был последний раз, когда я ее надела. Ну а теперь пришло время вопрощаться и разобрать ее полностью, так сказать, на запчасти. И пока этот процесс происходит... Кстати, с этой юбкой было очень все быстро. Я покажу вам фотографии вдохновения. Вот первое фото, где брюки самые активные, привлекающие внимание и по цвету, и по объему. А все остальное очень аккуратное. Во-первых, низкий ход. То, что как раз подходит именно мне, потому что я не ношу каблуки и не планировала с этими брюками их носить. Также мне нравится, что здесь полностью базовый черный цвет, который не усложняет образ в целом. И я очень хочу в будущем его повторить, но только уже ближе к осени. А, кстати, к этому необъемному, аккуратному верху мы еще вернемся в конце видео. Мне еще вот этот вот образ очень нравится. Также низкий ход. Ну, здесь как-то брюки сидят чуть ниже, не на талии. Но нравится вот эта и рубашка, и этот уверсайзный такой пиджак, жакет-пиджак мужского типа. Нравится, что там есть еще вроде как сумка или ручка у сумки красного цвета тоже поддержать. В общем, все вещи такие базовые. Эти брюки так здесь хорошо смотрятся. Они такие свободные, такие расслабленные. И эта фотография тоже мне по душе. Высокая талия, расслабленная такая белая льняная рубашка и широкие красные брюки. И я отдаю себе отчет, что я не такого роста, как все три девушки, которые вы посмотрели. Мой рост метр шестьдесят два. А хотелось бы для таких брюк, ну, хотя бы метр шестьдесят восемь. Вот чуть-чуть, пять сантиметров, наверное, будет не хватать. Но я очень хочу попробовать. В итоге у меня есть два отреза микровельвета. И теперь нужно придумать, как поместить в них выкройку широких брюк. Выкройку я сегодня не буду строить. Возьму ту выкройку, которая у меня уже есть, по которой я шила брюки, которые меня устраивают. Единственное, что проведу моделирование и сделаю их широкими. И для того, чтобы вы наглядно увидели разницу между базовой основой и тем, что получилось, я использую два маркера. Красный маркер показывает те брюки, которые были изначально. А синий маркер, соответственно, то, что получилось в итоге. Открою вам маленький секрет. Линия колена у меня здесь завышена на пять сантиметров. Это дает визуально более длинные ноги от колена и вниз. И, как вы понимаете, линия колена будет линией стыковки тех двух отрезов, которые у меня есть в наличии. Как определить ширину брючин? Итак, беру свой кроссовок, накладываю вот так вот ленту. И в итоге получаю 52 сантиметра, которые лично меня устраивают. По колену же получается 62 сантиметра. Как вы видите, все равно в моих брюках есть заужение. Это неровные прямые брюки. Книзу 100% прямые брюки я не рискнула делать. Еще одной причиной заужения брючин стало то, что мне бы не хватило тогда на подзор для кармана. В общем, все было полностью рассчитано. И перед раскроем, позвольте мне еще вам показать вельветы вблизи. Что это за ткань? Вот смотрите, у него рапорт 2 миллиметра. Вот сейчас вы видите изнанку. Она достаточно такая колючая, как наждачка. Поэтому брюки обязательно нужно сажать на подкладку, что я впоследствии и сделаю. Но сам вельвет очень мягкий-мягкий. Вот как раз хорошо для таких брюк подходит, потому что брюки, несмотря на то, что они будут широкие, большие, будут много, за счет вот этой мягкости и драпируемости они будут казаться легкими. Если у вас вельвет такой хлопковый, который стоит колом, я бы для своей фигуры не рискнула шить широкие брюки из хлопкового вельвета. Вот я считаю, что выбор ткани сделан верно. Начинаю шить брюки и первое, что делаю, это карманы. Но в карманах использую максимально красный цвет даже на внутренней части подкладки. Там у меня просто обычный хлопок, но тогда он не будет выглядывать во время движения. Пошив кармашков очень классно показано на канале Паук Штырины Михайловны. А вот гульфик, это следующий мой этап. Очень хорошо можно посмотреть и понять, как шить. У шью дома с Екатериной Малих. У моих брюк нигде нет отстрочки по лицевой стороне. Я считаю, что отстрочка на вельвете не очень хорошо смотрится и даже не так. Наверное, нужно быть супер профессионалом, чтобы уметь делать отстрочку. Когда-то очень давно в моем 20 с хвостиком маленьким я работала в швейном техникуме. И мы там делали коллекцию из вельвета. И тогда я усвоила урок, что отстрочка по вельвету это не очень хорошо. И если есть возможность, то лучше ее не делать. Исключением является отстрочка гульфика. При этом я делаю ее так, чтобы строчка попадала между бровками вельвета и там где-нибудь пряталась. Так, ребятки, я столкнулась с проблемой обработки швов. Как вы знаете или не знаете, у меня нет оверлока. И я зачастую обрабатываю все косыми бейками. И вообще по этому поводу совершенно не парюсь. Мне это даже где-то нравится. Пусть это занимает больше времени. Ну, я вот такой вот странный человек. И с вельветом эта система не работает. Она разваливается. Это связано с тем, что швы получаются очень объемными. Я взяла шифон, тончайший шифон. И он все равно объемный. Я бы даже сеточку взяла, но она тоже будет объемной. И, короче говоря, это сложно. Вот сложно. Вот бейки и вельвет в моем данном конкретном случае совершенно не работают. Нужно оверлока. Оверлока нет. Поможет мне либо зигзаг, либо, угадайте что, тадам! Ручки. Обработка швов руками. Есть там определенный шов, которым можно это сделать. И вот здесь я уже это попробовала. Вот на этих вот швах. Место соединения. Уровень колена. И вот посмотрите, как это выглядит. Ну, нормально. И потом я подумала, ну я же... Я же все прячу под подкладку. Ну, что я так заморачиваюсь? То я буду над этим сидеть в вечность. А хочется уже носить. А вот так вот выглядит обработка бейкой. Видите, вот этот угол очень толстый. Вот здесь вот. Там, где я дотачивала клин. Сзади по спинке. Тут по колену еще ничего. Но мне хочется, чтобы вот этот шов был разутюжку, чтобы здесь было максимально ровно на лице. То есть не было перегиба ни в ту, ни в ту сторону. Хотя, по логике вещей, нужно заутюжить прикуски вверх, ну, чтобы шов как бы смотрел вниз. Но я хочу ровно вот так вот. Я видела такие брюки недавно, по-моему, на Мариане Елисеевой. И там вот этот шов, вот как раз, вот, по-моему, он был вот так разутюжен. В общем, то еще удовольствие разбирать эти бейки. Сначала я там начала вспарывателем вскрывать каждый стежочек. Потом поняла, что это просто какой-то сумасшедший дом. Надо срезать ножницами. И дело пошло намного быстрее. И стала обрабатывать частично вручную, частично на машинке. Сначала зигзагом попробовала, но мне не очень понравилось. Сейчас перешла на такой, знаете, прерывистый зигзаг. И дело пошло как по маслу. Подготовила такой небольшой слайд с контрастной ниткой, что вы, в принципе, посмотрели, как выглядят эти швы на вельвете. Может быть, для кого-то это будет дополнительная информация. А вот и подкладка. Она у меня также с юбки. И не хватало мне клиньев, поэтому я дотачала там с другой скани. В общем, все идет в ход. Вторая, вторичная переработка, вторая жизнь. Это очень хорошо. Итак, следующий этап это соединить подкладку с брюками. Тут я немножко по-другому соединяю подкладку, чем в брюках ранее. Здесь я вот целую собрала. И только теперь, когда брюки уже, в принципе, собраны, все вместе это соединяю. А далее нужно из тех кусочков, которые у меня остались, найти ткань подлевой. Вот у меня мой старый пояс от юбки. Я, наверное, его буду использовать просто дотача. Если вы спросите, почему я не использую тот, который есть, ну, потому что я буду резинку вставлять, и мне он нужен длиннее. В итоге, вот таким образом он у меня получился. Он у меня, видите, двойной. Внутри он из синего хлопка, а снаружи из вельвета. Это сделано, во-первых, по причине того, что у меня просто нет вельвета. По другой причине то, что он более такой плоский. И по третьей причине красное лучше не делать внутри, потому что может отдавать цвет. Процесс пошива близится к концу. Поздравляю вас, совсем немножко осталось. Вы там еще живы. Итак, смотрим дальше. Я такие петельки себе из шифона сделала, чтобы брюки подвешивать. Я люблю брюки хранить на плечиках. И вот теперь я взяла любимую игрушку детей, вот эту резинку, и начинаю ее вставлять сзади в пояс. С одной стороны прикрепила, начинаю скалывать. Потом соединю пояс, то есть приметаю, еще ничего не пришиваю, потому что нужна будет обязательно примерка. Примерку произвожу вот таким образом. Подтягиваю прям по себе резинку, определяю, что мне то давление резинки максимально комфортно. Прикалываю, потом еще раз пришиваю, еще раз примеряю, и уже окончательно обрезаю резинку, и фиксирую ее там в поясе. Пришиваю крючки, полностью заканчиваю брюки по верху, и перехожу к низу. Для этого мне нужно измерить длину брюк, примерив при этом все виды обуви, с которыми я потенциально буду носить эти брюки. И понятно, что, к примеру, с красными лоферами, которые я первую примеряла, мне не нравится, с белыми кроссовками, с вот этими кроссовками, и с вот этими кроссовками мне нравится. В общем, я определила длину брюк, обрезаю, обрабатываю срез вручную, и вручную потайными стежками я пришиваю свою подгибку, и, о боги, мои брюки готовы. Давайте посмотрим, как выглядит готовое изделие. Боже мой, как ярко! Наверное, все видео смотрите и думаете, а какой красный! Надеюсь, красный, это не значит кровь красная из глаз. Надеюсь, красный, это сочный, яркий, такой весеннелетний. Ах, класс, я балдею просто! Итак, для тех, кто не понял, и, скорее всего, не понял, потому что я об этом не сказала, вельвет я поставила здесь иначе, в другом направлении, чем в юбке. В юбке у меня вельвет смотрел вниз, а здесь вельвет смотрит вверх. Соответственно, брюки будут более яркими, и цвет будет более насыщенный. Ну, вот таким вот образом выглядит мой крючок. Мне, кстати, крючки нравятся намного больше, чем пуговицы. Крючки потайны, их не видно, они не бросаются в глаза, они не дают никакого настроения. Вот так, видите, пропала там моя отстрочка, только вот здесь на изгибе видно эту нитку, которая держит гульфик. Вот такие вот кармашки, по-моему, очень хорошо получились. Видны закрепки у меня здесь, если говорить об отстрочке снаружи, а внутри там вот только есть строчка для перегиба, чтобы красная ткань, подкладка не выпрыгивала. В любом случае, даже если она будет выпрыгивать, видите, она красная, она сливается, и ее не будет видно. Этот опыт я получила тогда, когда шила свои брюки бургунди, там я поставила подкладку бежевого цвета, и в какой-то момент она выворачивается, ну не выворачивается, а выглядывает. Вот как-то так, когда я руки в карманы засовываю и высовываю. Итак, выглядит вот так вот моя стыковка по колену. Кстати, я считаю, что права, что все-таки разутюжку пустила эти швы. Ну а вот так вот выглядит подгибка брюк. Да, я понимаю, что внутри обработка швов не такая, как всем бы нам хотелось, но я максимально старалась там в зигзагу поближе срезать лишнее, чтобы сильно не обстрепывалось, или как это слово-то называется. В общем, не суть, важно. Сейчас я выверну брюки наизнанку и покажу, как они выглядят изнутри. Мне как раз хватило подкладки, чтобы она была ниже колена, где-то на 10 сантиметров, и будет предотвращать вытягиванию этих коленок. Хотя брюки сами по себе широкие, мне кажется, коленки там как-то сильно вытягиваться не будут. Ну, посмотрим. Я буду их носить, я уже их ношу. И потом как-нибудь в конце года в итоговом видео о том, что я сшила за год, я обязательно вам расскажу, как эти брюки вели себя в носке. Вот так выглядит мой гольфик с изнанки. Видите, там желтая обработка бейкой. Не могу сказать, что прям сочетание там цветов как-то прям супер. И отстрочка у меня здесь, видите, другого цвета. Ну, нормально, ребятки. Кстати, пояс, видите, с таким немножко перекантом, ну, чтобы эту синюю часть не было видно на лице. И, наверное, все. Я даже не знаю, что вам показать. Я бы с удовольствием сделала пояс пошире. Тут у меня 3,5 сантиметра. Я бы сделала 4, 4,5. Мне кажется, для таких широких брюк нужен широкий пояс. Но я уже выкручивалась как могла, иначе никак. Ну, а если вдруг вы будете такие шить, то примите этот момент к вниманию своему и сделайте пояс пошире. Так будет гармоничнее. Что я могу сказать? Мне понравилось шить эти брюки. Правда, шила я их долго и не без приключений. И вот, кстати, хочу вам показать, что осталось. Вот пошива брюк. Я очень счастлива, что я использовала ту ткань, которая у меня лежала, эту юбку, которая уже не была. Мне нужна во что-то новое, прекрасное. Вчера уже получила, вышла в этих брюках на улицу и получила комплименты, что было очень приятно. Англичане, конечно, сами не так не одеваются, но других смотрят. Ах, ладно, давайте примерять. Ах, да, сегодня участвуют у меня в примерке две джинсовых куртки. Одна классического кроя по фигурке, другая кроя оверсайз. Напишите мне, по вашему мнению, какая из курток к этим брюкам подходит больше? Также в этот образ я добавляю свой шелковый серо-голубой топ, который классно сочетается с денимом. Шила я его прошлым летом. Поддерживаю красные брюки, красной сумкой-бананкой, которую я приобрела и распаковывала в прошлом видео, и конверсы в цвет топу. Продолжение следует... Как же в них удобно! Я вам это передать не могу. И, наверное, даже мои ощущения, то, что я испытываю, находясь в этих брюках, важнее, чем то, наверное, как это выглядит. Или даже не так. Когда ты чувствуешь себя безумно комфортно, наверное, ты и выглядишь комфортно. Вот поймете ли вы мою мысль, не знаю. Ну что, успели вы на примерке дома рассмотреть разницу между оверсайз-жакетом и не оверсайз? Если нет, то сейчас вы видите не оверсайз-жакет, который сидит у меня, ну так, плотненько по фигуре. А сейчас я переоденусь. И вот так вот выглядит образ оверсайз-жакетом из денима. Что сказать? Сильно какой-то разницы я особо не вижу. Мне больше нравится сочетание двух цветов, такого красного, активного и такого приглушенного, денима. И несмотря на то, что очень многие стилисты не рекомендуют красный цвет, считают его слишком ярким или активным, мне очень нравится. И это сочетание, оно не очень контрастное, достаточно спокойное. И на мой взгляд, даже там, где я живу, в принципе, красного цвета и не видела на улицах, очень редко, я все равно гармонично смотрюсь с окружающей средой. Ну, если вы меня спросите, какой же все-таки жакет я выберу, то скажу так, что, наверное, тот, что первый, тот, что сидит по фигуре, он как бы показывает, что это не я такая большая, это такие большие брюки. Время этого видеоролика про красные вилетовые брюки подошло к концу. Спасибо вам огромное за лайки, спасибо за комментарии, за то, что смотрите меня, возвращайтесь. И до встречи в моих новых швейных видео. Всем пока!